Я также хочу обратиться, скорее всего, к правоохранительным органам. У нас там сегодня стоит КТ. Мы все знаем, что это государственное КТ. Но почему? Лекарьи с этой лекарственной вы решили, что они... Летом прошлого года мой папа попал в больницу 17-й клиники. Врачи компетентные, я ничего не могу сказать. Доктор кардиологического отделения направил его на КТ, чтобы подтвердить или, наоборот, опровергнуть, возможно, онкологию легкого. Онкология легкая диагностируется очень сложно. Поэтому есть только такое средство. И с восьмого этажа, с направлением, человек спустился на первый этаж. В его направлении указано, что он пенсионер, ему 67 лет. И мне по телефону лично озвучивают цифру в полторы тысячи гривен. Летом папу ставят на диспансер с четвертой группой онкологии легкого. Через три месяца мы по обторну приезжаем делать КТ с направлением, где указано, что человек четвертая клиническая группа диспансер нашего клиники. С него опять берут 1700 гривен. В феврале месяце я и моя семья принимаем решение собирать документы на помощь. Тамая Иванова, Нурматова быстро, как глава КСМ, проводит акт. Мы подготавливаем документы. Когда я сталкиваюсь с вопросом по чекам в 17-й больнице, я прихожу в ужас. Потому что когда ты борешься за близкого либо человека, ты не обращаешь внимания на детали. Оказывается, мы делали КТ в коммунальном предприятии. Я прихожу к Голубченко, она мне не отказывает, подводит меня к главному бухгалтеру. На что главный бухгалтер мне говорит. Кристина, вы знаете, у нас КТ как бы бесплатно. Я говорю, в смысле бесплатно? Мы оплатили 1500 и 1700. Она говорит, ну это был благотворительный взнос. Я говорю, в смысле благотворительный взнос? Полторы тысячи пенсионеров благотворительный взнос на коммунальное предприятие, которое мы уже и так, ну собственно говоря, содержим в область. Мне выписывали, безусловно, чеки. Мне бы очень хотелось, чтобы другие жители города Мариуполя не попадали в такую ситуацию. Дорогие мариупольцы, я отец приемных детей. Я обратился в больницу со своим сыном с большой раной кровотечения. С первого, что началось, с приемного покоя 20 гривен. Потом следующий, как мне, 50 гривен. А потом поднялись к хирургу, и хирург говорит, хотите, чтобы мы оказали вам помощь, захватите 300 гривен. У меня есть видео по этому поводу. А самое интересное, подлость руководителя Голубченко. Они, когда я обратился в правоохранительные органы, они быстренько сотряпали бумагу, что доктор сдал эти деньги на обладательную помощь. Вы извините меня, брать детей сирот, деньги, и когда у него кровь хлистала. Это вообще подлость и брать в больницу. Два месяца тому у нас помер наш аточник, кабарник. Всі его знали. Это был наш активист, который воював в 56-м лекарме. И когда его забрали швидка, двое бригады, его сначала привезли в лекарню областную. Но там специалисты смотрели и отказали его туда поймать. После этого его привезли в первую лекарню. И там глядали его. И звезда его вызвали лекаря, понимаете, с областной лекарью. И на ранок так стало, что врятоваться не смогли, и человек умерла. Також, это один из прикладов. Таких прикладов есть. Дуже-дуже много. Больного, а вы боитесь погони со статистикой, боитесь взять этого острого больного и начинаем его футболить. Мы договорились, что вторая больница точно так же будет ориентировать, как и первая и четвертая. То есть это были принципиальные договоренности. А когда приезжает тяжелый больной, мы почему-то во второй больнице считаем, что нам не надо портить показатели, и поэтому пусть кто-то занимается. Но я хочу напомнить о том, что когда мы делили сосудистую хирургию, мы ее делили на кардио и на нейрососудистую. И тогда мы ставили задачу второй больницы, что она будет заниматься этим направлением. Когда первую больницу приводят, а у нас там нет КТ, мы не знаем, что делать конкретно с пациентом. Мы не можем качественных поставить диагноз. У вас есть сегодня КТ? Вы можете поставить качественный диагноз? Нет, у нас только в планах, а там оно уже есть. Так почему нам привозят? Такого пациента мы не знаем, что с ним делать. Мы не можем поставить диагноз. Мы не будем дожидаться. На следующей сессии городского совета мы обязательно должны проголосовать за Звердину, губернатору, чтобы они создали даже не знаю, следственную комиссию или любую комиссию, которая проверила бы все эти факты. И мы хотели, чтобы по результатам этой работы комиссии, чтобы мы увидели в этом зале отчет работы комиссии, чтобы пришла в этот зал лично, отчиталась главврач областной больницы, госпожа Голубченко, Ольга Петровна, и чтобы вы понимали, как мы дальше будем.